Прежде всего поздравляю наших спортсменов с замечательными победами. Вы достойно представили нашу страну на летних Олимпийских играх, возвысили флаг Азербайджана, порадовали весь наш народ. Поздравляю вас, а также хочу выразить вам свою благодарность. Олимпийские игры — это соревнования, которые занимают особое место среди всех других спортивных соревнований. Это спортивный праздник, который проводится раз в четыре года. И, конечно, каждый спортсмен, каждая страна особо готовится к этим играм. Наши успехи на Олимпийских играх и в предыдущие годы, и на последних играх показывают, что Азербайджан — сильная спортивная держава. Не случайно, что на этих играх мы вошли в число 30 сильнейших стран мира. Считаю, что две золотые, две серебряные и три бронзовые медали — это очень хороший результат. Хочу еще раз поздравить спортсменов и их тренеров с этим прекрасным событием. Хочу также отметить, что Азербайджан занял третье место среди мусульманских стран. Если учесть, что в организации исламского сотрудничества 57 членов, считаю, что это прекрасный и исторический результат. Оценивая выступления нашей команды в целом, считаю, что наши спортсмены заслуживают самой высокой оценки. Особенно хочу поздравить наших золотых медалистов — Хидайата и Зелима. Они подарили нашему народу радость победы в первые дни Олимпийских игр. Их и профессионализм, и успехи в спорте, и в то же время поведение, конечно же, от всей души порадовали всех нас. Они уже много лет сохраняют лидерство в своих весовых категориях и еще раз подтвердили это лидерство на Олимпийских играх. Поздравляю их тренеров. Хочу поздравить руководство Федерации дзюдо. Когда в Федерации правильно выстроена работа, тренировочный процесс, существует прекрасная атмосфера, то результат, конечно же, налицо. Мы могли бы завоевать больше медалей. Да, могли бы. Но это спорт. В спорте бывают и победы, и поражения. Главное, что эти игры еще раз показали, что спорт в Азербайджане последовательно развивается. Должен также отметить, что наши спортсмены завоевали медали в пяти видах спорта. Дзюдо, боксе, тайквондо, греко-римской борьбе, вольной борьбе. То есть это показывает, что в Азербайджане развиваются многие виды спорта. Конечно, сейчас, после определенного отдыха, будет дан старт новому подготовительному процессу. Будет идти подготовка к чемпионатам как Европы, так и мира. Разумеется, мы уже сейчас должны начать готовиться к следующим Олимпийским играм. В некоторых видах спорта идет процесс смены поколений. Поэтому, конечно, мы должны подойти к следующим Олимпийским играм с учетом этого аспекта. И детско-юношескому спорту и впредь должно уделяться особое внимание. Учитывая, что сейчас во всех уголках нашей страны есть хорошие условия для занятий спортом, правильно выстроена координационная работа между структурами, руководящими спортом, успешно функционируют федерации, клубы, учитывая, что после каждых Олимпийских игр, особенно после успешных для нашей страны игр, наблюдается приток детей, подростков в спортивной секции, я уверен, что процесс подготовки к следующим Олимпийским играм будет вестись последовательно. Конечно, абсолютно уверен, что среди наших детей будет большое число желающих заниматься и дюдо, и другими видами спорта. И я желаю этого. Слова, которые я на протяжении многих лет говорил о массовости спорта, и данные мною поручения преследуют одну цель — воспитать физически, морально здоровые, привязанные к родине, патриотичное и профессиональное молодое поколение. Успешные выступления наших спортсменов еще раз показали, что мы по праву можем гордиться нашим молодым поколением. Разумеется, эти достижения в то же время повышают ответственность спортсменов, завоевавших медали. Я рад, что наши спортсмены демонстрируют примерное поведение и на соревнованиях, и в то же время в жизни. То есть, вы пример для молодежи. Молодежь будет равняться на вас, захочет быть похожей на вас. И один из важных аспектов этой победы состоит именно в этом. Еще раз хочу от всей души поздравить вас и пожелать вам новых побед, успехов. Господин президент, большое спасибо, что сегодня пригласили нас сюда. Я очень счастлив, что вы меня поздравили, поддержали, когда я стал чемпионом мира. Вы были первым, кто позвонил мне и поздравил с победой на Олимпийских играх. Я хочу сказать большое спасибо нашему олимпийскому чемпиону Эльнуру Мамедли, хотя его здесь и нет. Мы пообещали друг другу, что станем чемпионами Европы, мира и Олимпийских игр. И стали. Надеюсь, после этого мы будем вместе готовиться к Олимпиаде в Лос-Анджелесе, и я добьюсь победы и там. Я горжусь тем, что стал олимпийским чемпионом в Париже, во Франции, что был поднят наш флаг и прозвучал наш гимн. Я очень горжусь этим. Спасибо вам большое. Благодарю вас. Спасибо. Президент Ильхам Алиев отметил, что победа, одержанная нашими спортсменами благодаря их труду, таланту, профессионализму, подарила радость всему азербайджанскому народу. Глава государства сказал, что победа, особенно на Олимпийских играх, накладывает на спортсмена особую ответственность и в спорте, и в быту, и в жизни. В этой связи президент Азербайджана подчеркнул не только мастерство азербайджанских олимпийцев, но и их достойное поведение во время соревнований. Он отметил, что это продемонстрировало всему миру высокие моральные качества наших спортсменов. Президент Ильхам Алиев также поблагодарил спортсменов-ветеранов, которые многие годы прославляли Азербайджан на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Глава государства пожелал азербайджанским спортсменам и тренерам новых побед и успехов. Затем олимпийские чемпионы дзюдоисты Хидаэт Гейдаров и Зелим Куцоев преподнесли президенту Азербайджана памятные подарки. Далее глава государства вручил ордена спортсменам и их тренерам, награждённым за высокие достижения на 33-летних Олимпийских играх в Париже и заслуги в развитии азербайджанского спорта. Азербайджан 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 Альфонсо Домингес, 2-ти дрэцэли ватэнэ хидмэта герой. Гашим Магамедов, 2-ти дрэцэли ватэнэ хидмэта герой. Элхан Мэммэдов, 2-ти дрэцэли ватэнэ. Ричард Траутман Терлан Хасанов 1-ци деракали вятена фигмети Зелим Катсоев 2-ци деракали вятена фигмети Зелим Катсоев